Вы, конечно, знаете, что глазами пользуется, чтобы видеть, а ушами, чтобы слышать. Но знали ли вы, что можно слышать глазами? Посмотрите на губы этого человека. Что он говорит? Похоже ли это на звуки, исходящие из его рта? Могут ли сигналы, видимые на лице говорящего, влиять на то, что мы слышим? Наука утверждает, что могут. Посмотрим на этот пример. Посмотрите еще раз. Ба, 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 ба. Итак, что вы слышали? Был ли это звук ва или ба? Запутались? А если мы скажем, что это был один и тот же звук? Смотрите. Теперь вы можете сказать, что ушам не всегда надо верить, особенно когда глаза могут кое-что пояснить. Этот эффект возникает из-за зрительной доминанты и конфликта информации от разных органов чувств. Это называется эффект МакГурка. При этом то, что мы видим, давлеет над тем, что мы слышим. Эффект МакГурка был открыт Гарри МакГурком, старшим психологом университета Суррея в Англии. Мозг считает, что зрительная информация более приоритетна, чем слуховая, поэтому увиденное корректирует то, что мы слышим. Ученые провели новое исследование, чтобы узнать, где в точности возникает эффект МакГурка. В университете Техаса провели несколько магниторезонансных сканов людям, испытавшим эффект МакГурка, и выяснили, какая часть мозга была в этот момент активна. Им удалось установить, что это была верхняя височная извилина, которая активизируется при изучении языка и разглядывании. Выяснив это, ученые применили магнитную стимуляцию, чтобы изменить функции верхней височной извилины. В результате эффект МакГурка исчез, а испытуемые начали слышать то, что говорилось, невзирая на движение рта. Теперь вы знаете. Если положить магнит на голову, можно не сомневаться, что вы все услышите правильно. Факт. У левшей мозолистое тело на 11% больше, чем у правшей. Субтитры создавал DimaTorzok Роботы, автоматы, голограммы. Как наука повлияла на выступления? В прошлом существовали небольшие механические игрушки. Но знаете ли вы, что сегодня существуют огромные игрушки, способные перевозить по 50 человек? Гигантский слон, 12 метров. Морские обитатели. Как действуют эти машины? Маклэзги знакомятся с ними в Нанте. Существуют промышленные и домашние роботы. Но знаете ли вы, что некоторые роботы могут нас развлечь? Даже танцами, как настоящие танцоры. Сегодня, благодаря новым технологиям, мы тоже можем танцевать как профессионалы. Как? Маклэзги проводит эксперименты. Концерты, мюзиклы, моноспектакли. Постановщики применяют на сцене спецэффекты не хуже киношных. Трёхмерное изображение, голограммы, игру света и звука, даже интерактивную перчатку, как у Эрзы. Наука на сцене. Устраивайтесь поудобнее. Механические игрушки ассоциируются у нас с прошлым. Но знаете ли вы, что сегодня создают огромные игрушки для развлечений? Гигантский слон, морские чудовища на смешной карусели и захватывающие дух деревья. Маклэзги отправился в Нант, чтобы познакомиться с этими машинами поближе. В Нанте механические игрушки делали всегда. Этой больше двухсот лет. Она умеет писать и рисовать. Её создатель — швейцарский инженер Анри Майерде. Механические игрушки были популярны в восемнадцатом и девятнадцатом веках и функционировали как компьютеры. Они тоже обладали памятью, но механической. Посмотрите, с какой точностью она рисует. Механизм похож на часовой, с применением пружин. С помощью этого механизма программировали движения пишущие игрушки. Давайте вернёмся в двадцать первый век. Точнее, в современный Нант.